20-е столетие принесло человечеству две самые кровавые войны в истории. И после завершения обеих казалось, что избежать кровопролития в будущем возможно. Реальность оказалась немного сложнее. В этом выпуске ООС мы поговорим о системе коллективной безопасности, ее достижениях и провалах. Вы узнаете, почему США не попали в Лигу наций, как правовета в совбезе ООН парализует мировую дипломатию и почему коллективная не значит эффективная. Попытка первая. Лига наций. В 1919-м, когда человечество приходило в себя после большой войны, президент США Вудро Вильсон сказал «Я могу с абсолютной уверенностью предвидеть, что при жизни следующего поколения будет новая мировая война, если нации мира не найдут методы, с помощью которых можно ее избежать». Что ж, умный был дед. В том же году появилось детище Вильсона под названием Лига наций – первая международная организация, призванная хранить мир и безопасность. К Лиге наций присоединились 44 страны, потом их станет 52. Как ни странно, самих Соединенных Штатов среди них не было. Инициатива Вильсона не нашла поддержки среди американцев. Им казалось, что это угроза для суверенитета страны. Как Лига наций собиралась предотвращать новые вооруженные конфликты? По уставу она должна была решать споры между государствами, чтобы не дошло до войны. Если же до войны таки доходило, страны-члены должны были немедленно разорвать все торговые и финансовые отношения с агрессором и запретить все контакты между своими гражданами и гражданами страны-агрессора. Четких условий военного вмешательства в конфликт устав организации не имел. Он лишь предусматривал возможность для заинтересованных в остановке войны государств использовать свои собственные вооруженные силы. Собственных военных формирований Лига наций не имела. Большая часть вопросов, рассматриваемых в Лиге наций, решалась на общих собраниях, ассамблеях, проводившихся ежегодно. Каждая из государств имела при голосовании один голос, а принятие резолюций по уставу требовало единогласия. Как считаете, будет такая схема работать эффективно? То-то же. У Лиги наций было много успехов. Швеция и Финляндия договорились о статусе Аланских островов, Германия и Польша, о Верхней Силезии. Лиге удалось остановить военные конфликты между Грецией и Болгарией, Колумбией и Перу, Албанией и Югославией и возобновить их ранее утвержденные границы. Но практически сразу пошли и провалы. Чехословакия захватила польский регион Заользия, сама Польша, Литовский Вильнюс, а Франция вместе с Бельгией оккупировали немецкий РУР. И это только первые четыре года существования организации. В 1930-х все стало еще хуже. Лига наций ничего не смогла сделать, когда Италия вторглась в Эфиопию, а СССР в Финляндию. Почему Лига оказалась такой слабой? В первую очередь, потому что идея коллективной безопасности противоречила уже существующим длительным отношениям между отдельными государствами. Серьезные игроки не спешили санкциями против агрессора, если в этот момент с ним было выгоднее дружить. К тому же модель работы Лиги была рассчитана на демократический строй, а демократия в те годы потерпела поражение во многих странах. Конечно же, самым серьезным вызовом для Лиги наций стали быстрорастущие аппетиты Адольфа Гитлера. И в конце концов, Великобритания и Франция, самые влиятельные члены Лиги, отказались от концепции коллективной безопасности в пользу умиротворения агрессора. Чем это закончилось, мы знаем. Попытка вторая. ООН Лига наций формально была распущена в 1946, но еще раньше, в 1945, появилась структура, которая должна была ее заменить – Организация Объединенных Наций. Инициаторы создания ООН пытались учиться на ошибках Лиги наций и надеялись, что теперь дело пойдет лучше. Со времен основания и до сегодня количество государств-членов ООН увеличилось с 51 до 193. Пять влиятельных стран – это постоянные члены Совета Безопасности ООН. К ним добавляют 10 временных членов, избираемых на двухлетний срок. Именно Совбез ООН является органом, который отвечает в первую очередь за мир на планете. По крайней мере, в теории. Резолюции Совета Безопасности обязательны к исполнению, тогда как решения других органов ООН, а их немало, носят рекомендательный характер. Допустим, где-то на планете началась война. Что может сделать Совбез ООН, кроме как выразить обеспокоенность? Тут есть два варианта – экономические санкции против агрессора или отправка в район конфликта миротворческой миссии. Собственного постоянного международного контингента – полицейского или военного – Организация Объединенных Наций не имеет. Войска, служащие в составе миротворческих сил ООН, добровольно предоставляются самими государствами-членами. Военнослужащие при этом имеют легкое вооружение, которое могут использовать исключительно с целью самообороны. Миротворцев легко опознать по эмблеме ООН и голубым беретом или каском. Предоставляющие войска правительства сохраняют полный контроль над своими военными контингентами, несущими службу под флагом ООН. Миротворческими операциями руководит непосредственно генеральный секретарь ООН. По состоянию на 2019 год ООН провела 72 миротворческие операции, преимущественно в Африке и на Ближнем Востоке. А теперь мы подошли к основной проблеме современной системы коллективной безопасности, заложенной в ключевом механизме работы Совбеза ООН. Для принятия решения Советом безопасности необходимо минимум 9 голосов. При этом все 5 постоянных членов должны проголосовать единогласно. Проще говоря, каждая страна из пятерки имеет право вето – запрета на принятие решений. Этим правом можно пользоваться сколько угодно. Конечно же, постоянные члены Совбеза часто имеют диаметрально противоположные взгляды на вопросы войны и мира. И в таком случае кто-то будет блокировать принятие того или иного решения, фактически нивелируя миротворческий процесс. На сегодняшний день право вето было использовано 261 раз. Рекордсменами блокировки являются США и СССР вместе со своим преемником РФ. Идея права вето состояла из соблюдения интересов стран-основателей ООН, чтобы никто из них не остался обиженным. На практике этот инструмент привел к катастрофическому снижению эффективности системы коллективной безопасности, особенно в последние десятилетия. Для примера возьмем Косово. Население региона, преимущественно албанцы, в конце 1990-х стремилось выйти из состава Югославии. В марте 1998 года югославский президент Слободан Милошевич начал в Косово военно-полицейскую операцию, жертвами которой стали около тысячи местных жителей. Операция имела все признаки этнических чисток. Жестокость югославских сил привела к тому, что свыше 230 тысяч косовских албанцев вынужденно покинули страну. ООН организовала временные лагеря для беженцев на территории Македонии и требовала от Милошевича немедленно вывести войска. Две резолюции, принятые Советом Безопасности по Косово, не сработали. Инструменты безопасности ООН исчерпались. И тогда в ситуацию вмешались силы Североатлантического альянса. 30 января 1999 года представители НАТО предупредили официальный Белград об использовании силы в случае очередного отказа Милошевича вывести военных из Косово. 24 марта в обход официальных процедур ООН началась военная воздушная операция НАТО в Югославии союзная сила. Силы альянса сбросили 23 тысячи бомб и ракет. Воздушные удары наносились по военным целям и объектам инфраструктуры, хотя совсем избежать жертв среди мирного населения ожидаемо не удалось. 3 июня Слободан Милошевич согласился на все требования НАТО. Позже в Косово вошли миротворцы ООН. В течение 10 лет край фактически был под международным протекторатом, а в 2008 году провозгласил независимость. Наблюдатели ООН до сих пор остаются на его территории, чтобы предотвращать конфликты между сербским и албанским населением. После оккупации Крыма и начала Российско-Украинской войны в 2014 году обращение Украины в Совет Безопасности ООН также ожидаемо не принесли пользы. Требование остановить огонь, отвести военное формирование и привлечь международный миротворческий контингент каждый раз блокировала Россия. Действия государства-агрессора дважды осуждались решением Генеральной Ассамблеи ООН с требованием немедленного выведения российского военного контингента. Однако, как мы уже говорили, эти резолюции, в отличие от решений Совета Безопасности, не имеют обязательного характера. Точно так же дважды были заблокированы резолюции Совбеза о создании международного трибунала по делу о катастрофе малазийского авиарейса MH17. Разумеется, эту систему коллективной безопасности часто критикуют. Совет Безопасности называют эксклюзивным клубом ядерных государств, существующим для защиты лишь своих собственных интересов. Обвиняют в расизме из-за представительства главным образом белых развитых стран, подчеркивают многочисленные неудачи в регулировании вооруженных конфликтов. Даже Муаммар Каддафи в своей речи критиковал право вета Совбеза и войны, в которых принимали участие его постоянные члены. Звучат и конкретные предложения насчет реформирования системы коллективной безопасности. Сам устав ООН сегодня не отображает актуальную картину мира. В нем, например, постоянным членом Совбеза до сих пор является СССР, и ни слова об РФ нет. Но чаще всего предложения изменений сводятся к простому расширению количества постоянных членов Совета Безопасности и стараниям других государств попасть в эксклюзивный клуб. В 2004 году начался процесс подготовки расширения количества постоянных членов до 10 и включения Бразилии, Германии, Индии, Японии и одной из африканских стран. Процесс до сих пор не завершен. Ситуацию с Советом Безопасности могло бы исправить традиционное принятие решений большинством голосов, но идея отказа от права вета не популярна среди государств, уже его имеющих. Несмотря на большое количество успешных миротворческих мероприятий ООН и удачную работу Комитета по вопросам разоружения и международной безопасности, кризисные явления в организации имеют хронический характер. Ошибки в работе ее базовых механизмов не позволяют рассчитывать на организацию в деле поддержания мира. Что остается делать странам, которые хотят чувствовать себя в безопасности? Искать защиты в военно-политических союзах. Бразилец Сержио Виейра Димеллу больше 30 лет работал в составе миссий ООН по всему миру. В 2003-м он, будучи специальным представителем генсека ООН в Ираке, погиб от рук террористов в Багдаде. Режиссер Грег Баркер посвятил истории Виейра Димеллу два фильма под названием «Сержио». Документальный 2009-го и игровой 2020-го, вышедший на Netflix. А какие произведения о работе ООН и урегулировании конфликтов посоветуете вы? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова